1, 2, 1, 2, 3, 4 Виталька Привет! А можно с тобой? Ой, ну, мне назвать Виталик, а тебе как? Маша, Сабрина, Аня там? Надя Наденька А что ты делаешь? Читаю программу на следующую неделю Не, ну если тебе интересна моя программа, то это парк Поцелуй возле подъезда и головокружительная ночь Что? Виталик, ты на это даже можешь не рассчитывать Вот с телезвездой я бы пошла Ты подумай, лучше Виталик в руке, чем ты Виталик, вот если тебя покажут по телевизору, возможно, ты не станешь интересен Запомни меня таким Потому что уже вечером я буду телезвездой О, здрасте, мне надо засветиться по телевизору, чтобы на меня вешались все тюлочки На кастинг Проходите Был ли у вас опыт работы на ТВ? Да, да Я участвовал в программе «Что, где, когда» Командист знатоков? Не, я сидел в черном ящике Вы не поняли Вас показывали по телевизору? Да, конечно Ну, когда я на футбольное поле голым выбегал А знаешь, а в тебе что-то есть Иди в гримёрку Подождите, я новую пудру возьму Да Так, что тут есть? СББК Уже не получилось Ну, что? Да, Джокер не получился Боже, что вы с собой сделали? Ну, а что? Это новый стиль Называется выпускница на следующий утро Тебе скучно и одиноко, малыш Не знаешь, чем заняться Возьми свой телефон Позволь Что звонило? Ну, ну что? Я тебе звонил Скоро мне не схватилось Я тебе не могу резюгнутись Ну, ты артистка Я тебе не могу резюгнутись Да Итак, мы подбираем ведущего прогноза погоды И ваша задача показать нам, как вы будете вести прогноз А Читайте суфлёры Я понял Профессионал Слушайте, ну там что-то буквы быстро мелькают Я не понимаю Можна я своими словами, да? На западной Украине кратковременные тюлочки В центральной части солнечные и ясные тюлочки На востоке Украины похолодание Возможные отмороженные тюлочки По всей территории Украины В ночных клубах тюлочки выпадут в осаду В Киевской области ожидается порывистый Виталик Поэтому всем тюлочкам штурмовое предупреждение Так, стоп, достаточно Мы вам перезвоним А, ну хорошо, только звоните три раза, а лучше стучите, потому что у нас иногда дозвонок не работает Обязательно Мы о 13-ти, будет уже нормально Хорошо Дякую Здрасьте Привет А можно с тобой ехать? Мене звать Виталик, а тебе? А нет? Вы взагалі кто? Я? Я мужчина всей твоей жизни И ведущий прогноза погоди Да Новенький Знайомимся Соломія Ведущий Тесан Особливый Ти в телевизорі? Та-та ладно Я все эротические канали передивився Что-то тебе я там не видел Кстати, давай поближе познакомимся За чашечкою ароматного кофе Я знаю таке место, где варят отличный кофе Давай пять гривень Я себе заганит уявляла інше місце Та ладно, нормально Так кофе с сахаром Кофе с молоком Не понял, а где кофе с Виталиком Сейчас Мужчина, откройте Ну шо, там же кто-то сидит и наливает Та я так полгода проработав Да Денег, правда, не зародбив Ну а зато кофе напився так, что до сих пор спать не хочу Ну, мне уже треба поспешати, у меня эфир Куда Така Ну, ладно, что-то кофе попью Такая мужчина Если вы думаете, что я от вас отстав, то вы глубоко ошибаетесь Так что просто люблю Ой, дякую, что вы слушали меня Дякую, что взяли в свою команду Я така счастлива Тихо, дай мне освободиться И ты буду потрашить, как стадо ёжиков И ты, как мурзанов Ясно, слушай дальше На, 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 на Вае на таранде Вітаю, 16.45 в Украині В эфирі ТСН Особливе Я, Соломія Вітвицька ТА кореспонденти ТСН Приготували для вас багато цікавого та особливого Гламурна тосівка визначила у кого найкрасивіший манікюр Віталік, найгарніший хлопец у світі Привет Можна з тобою, вибачте Отже, наши корреспонденты ожидали Володимира Кличка Альпа. Боксер рассказал, что он там не лише расхищает, но и готовится до поединка. И посмотрим на следующий сюжет. Ты подписывал мне программу? Ну я просто хотел, чтобы было весело. Весело? Коломей, успокойся. Это невероятно, но рейтинги просто зашкаливают. Зрители звонят и хотят этого Виталика еще. Есть у меня одна на тебя идея. Так, только крутить кресло Пономарева на голос я больше не буду. О, Богдановна, ты что, сдурела? Ты теперь мусор в вечернем платье выносишь? Чешу. Евгеньевна, який мусор. Между прочим, я прошла кастинг на шоу «Холостяк». И именно мне он безмерзжен. Вот уйти. А ты своих конкуренток бачила? У тебя же нема за шоу взять. Винина, знаешь, у меня есть секретное оружие для свадьбы с любым «Холостяком». Какой? Тест на беременность с двумя полосочками. Ну, разве что? СМЕХ Привет! Я рад вас приветствовать на шоу на откровенном шоу «Вечерний Виталий». АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в программе можно ли использовать силиконовую грудь для разминки рук. Существует ли у женщин точка джи и можно ли нащупать веселфавит. Многое другое и это в откровенном легендарном шоу «Вечерний Виталик». АПЛОДИСМЕНТЫ А за аккордеоном легендарный Петрович. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не перевозбуждайтесь. А сейчас наша постоянная рубрика «Мастер-класс от Виталика». АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Прежде чем знакомиться с тюлочкой, узнайте ее имя. Меня зовут Виталий Катебек. Ммм, Света? Ммм, Таня, может. Аня там. Кстати, не называйте более пяти имен. Потому что тюлочка начинает путаться. И сразу же вам надо найти общие интересы. Слухай, а ты любишь подпаливать рябные пузыри? Или... А в мене тоже трепломбы есть, да. И когда уже контакт налажен, то можете сделать тюлочке комплимент. Ммм. О, мне нравится запах твоей зубной пасты. И если вы все сделаны правильно, тогда вы переходите на следующий уровень. И когда я тебя увидел, то я сразу почувствовал трепет в орудии. Я понял, что ты не такая, как все. Да. Мне захотелось познакомиться с тобой поближе. Понять твой внутренний мир. Цей способ я называю запудрить тюлочки мозгу. И пока она сидит и ничего не соображает, то надо ее поместить в гаррисментальное положение. Для этого есть два способа. Первый – это скотч. А второй – это один из приемов греко-римской борьбы. Дай мне свою руку. О-о-о. Ну и пока тюлочка убездвижена, пора начать делать массаж. Делаем тюлочки типо массаж. Для того, чтобы тюлочка расслабилась и не комплексовала, скажите ей комплимент. Слухай, у тебя такая загорела кожа. А можно я пообдираю то, что пригорело на солнце? Ну а теперь приступаем к самому интересному. Одним отрепетированным движением расстегиваем бюзель. Если не получилось с первого раза, то можно двумя руками. Если не получается двумя руками, то можно грызть зубами, потому что такой момент упускать нельзя. Все, все, все. Виталик! А что это ты там устроил, а? А ну давай додому. А о том, что делать, когда неожиданно появляется мбамба, мы поговорим в следующей программе. А это что, все снимается, или что? Понятное дело, мама. Как-то неудобно. Бегутиться и халат. Так, до новых приятных встреч. Не перевозбуждайтесь. Спасибо, спасибо. О, спасибо. Мама! Ну ты и даешь. Ну, витаю. Хороший дебют. Чего это сразу дебют? Нормально отработал. Ну я маю на увазе с премьерою. А, спасибо. Это тебе. Как? Ты извини, что я тогда тебе помешал в эфире. Да ничего, все на краще. Да, так может тогда один плюс один? Ты про что? Ну, ты одна, я один. Просто я слышала, что все телеведущие мутят друг с другом. Может, я как-то с вечерком встретимся, обсуждаем последние новости. Так, а ну, отойдите от моего сына. Вы ему не пара. Почему? Потому что вы какая-то несерьезная девочка. Я видела, как вы смеялись в эфире. Было один раз, еще через него. Да, мама, ну а что? Вот вам с этим и жить. Давай, а ну, пойдем. Так, ну, мама. Давай. Ну, что ты такой? Ну, что я дивнусь. Соломичка, я... Это извиняюсь, ну, мама просто иногда, она сама не знает, что говорить. Хотя, конечно, смеяться в эфире, это очень непрофессионально. Это все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра на нашем канале. Срочно новости. На переезде панду поездов сбила. Поздали. Выпуск уже закончен. Спустим эту новость в каком-нибудь сериале. Синочка, ну чего ты дуешься? Да потому что ты все время бы не писяешь. Вона уже была согласна на все. А ну сядь. Ты что думаешь? Тебе мама вообще уже? Я знаю, что я люблю. Ты известный телеведущий. И вона уже не твой уровень. Ты молодой. Тебе всего 31 год. И наш план – это Алла Борисовна Пугачова. А Галкінг уже старый. Ну и нашу меню Пугачова. Мне без Соломії было хорошо. Я б ее устроил в такую ночь. Это было бы как ТСН. Что-то особенное. Кажут, что на телевидении слишком много рекламы. Ну, это неправда. На телеканале ТЭТ рекламы вообще очень мало. Редактор субтитров А.Семкин